В коронавирусе, который циркулирует в Сибири, обнаружены изменения. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Мутации зафиксированы в Челябинской и Свердловской областях. Насколько это опасно, обсудили в программе «Вечерний хэштег». Вот мнение иммунолога из Москвы. Мутации при этом не всегда плохо, даже для человека, потому что, надо сказать, что большая часть мутаций, которую приобретает коронавирус, она вообще не имеет никакого клинического значения. То есть она не изменяет свойств. А второй момент – есть часть мутаций, значительная, которые, наоборот, ухудшают адаптацию коронавируса к внешней среде. Соответственно, происходит отсев таких штаммов SARS-CoV-2 из окружающей среды. Так что здесь этот процесс не однонаправленный. Мутации происходят в разных направлениях. В направлении усиления каких-то свойств, ослабления каких-то свойств или отсутствия изменения каких-то свойств. Но, конечно, для нас важны клинически значимые свойства, в первую очередь.